В Молдове проходит рекордно массовый митинг, участники которого требуют отставки президента, борьбы с коррупцией и досрочных парламентских выборов весной. По словам организаторов акции протеста, на улицу вышли около 100 тысяч человек. Власти говорят о примерно 20-30 тысячах участников. Митингующие утверждают, власть только имитирует евроинтеграцию. Митинг не носил стихийного характера, его организовала гражданская платформа «Достоинство и правда». К демонстрантам даже присоединились левые, также недовольные руководством страны. Впрочем, позже некоторые из них были задержаны полицией за попытки силой прорваться к зданию Генеральной прокуратуры. Остальные же участники митинга, приехавшие со всей страны, вели себя мирно. Позже к ним вышел премьер-министр Валерий Устрелец. По итогам встречи он создал рабочую группу. Сейчас в центре Кишинева разбит небольшой палаточный городок. Правящая коалиция Германии во главе с партией Христианско-демократический союз, которую возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель, намерена выделить 6 миллиардов евро для оказания помощи мигрантам в будущем году. Половина из этой суммы уйдет в федеральный бюджет, остальное направят в распоряжение местных властей. Германия рассчитывает принять 800 тысяч мигрантов, которых обеспечат жильем, питанием и медицинской помощью. Минские соглашения – наиболее безболезненный вариант разрешения ситуации Антон-Вася. Об этом президент Украины Петр Порошенко рассказал в интервью украинским телеканалам. Всего, по словам президента, существует три возможных варианта. Сценарий первый. Радикальный наступ збройных сил, військово-звольнение территории и похит на Москву. Кто у нас это предлагает? Прошу очень. Посмотрите, пожалуйста, последствия этих авантюрных и безответственных звольнений. И народ ци позиции не поддерживает. Позиция другая. Побудовать мур, отдать частину территории. Проживем без Донбасса. Можливый такой вариант? Можливый. Но я, как президент, Украиной торговать не буду. И это, если хотите, может быть только за другим президентом. Никому клаптику украинской земли я не отдам. Я буду боротися за то, чтобы, буду робить все возможное для того, чтобы повернуть каждую землю. И аннексованный Крым, и окупованную территорию Донбасса. И есть третий шлях. Есть шлях забезпечить восстановление украинского суверенитета, украинской влады на этих территориях. Этот шлях называется Минской домовленности. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявила, что в МВФ впечатлены тем прогрессом, которого достигли за последние несколько месяцев. По словам Лагард, Украина удивила мир, добившись результатов за столь короткое время. Можу сказать, пане президенте, что меня очень сильно надихает прогресс, которого вы достигли протягом кількох остальных месяцев. Украина удивовала свет, достигнувшись за такой короткий промежок часу столько всего. И это просто вражает. Я лично могу это сказать, потому что працюючи директором-розпорядником МВФ, маю певний досвід.